Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру Это программа 100 вопросов и сегодня с нами профессор, доктор наук, мастер спорта международного класса по кёку-синкай, заслуженный тренер России Евгений Головихин. Евгений Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Готовы? Конечно. Евгений Васильевич, к моему сожалению величайшему, вы живете и работаете в Ханты-Мансийском автономном округе. Но сейчас мне посчастливилось встретиться с вами в Ульяновске. Расскажите, как часто и с какой целью вы приезжаете в Ульяновск? В Ульяновске у меня живет мать и я им навещаю. В Ульяновске у меня живет сестра и в Ульяновске у меня живут старшие дети. И Ульяновск является одной из центров, которые занимаются различными боевыми единоборствами, где есть спарринг-партнеры, где есть площадки, где мы можем проводить учебно-тренировочные мероприятия. И несколько вопросов. Встреча с родителями, встреча с спортсменами и проведение тренировочных мероприятий. Как часто получается приезжать в Ульяновск? Какой периодичность не отмечено, где-то раз в три, может быть, в месяц. Евгений Васильевич, расскажите о своей работе в Ханты-Мансийске. Основная работа – это Ханты-Мансийск, тренер Центра спортивной подготовки в сборных команд ХМАО «Югры». Это работа с летними скоростно-силовыми видами спорта. И также работаю в Школе Олимпийского резерва и в Центре адаптивного спорта с паралимпийцами. То есть задача – выстраивать систему, определять общие положения, привлекать народ, массовость, создавать спортивную среду, выявлять те модельные недостатки, которым не хватает для доводки спортсменов в спорт высших достижений, и создавать предмет, объект спортсмена высокого класса. Вы уехали в Ханты-Мансийск, вы куете там чемпионов. Скажите, почему не получалось растить их в Ульяновске? В Ульяновске был определенный подход руководства и были подмены ценностей. Время прошло, показало их решение, и можно сейчас давать оценку и анализ. Но на то время, время, энергии – это были мои ресурсы, которые надо было использовать по полной. И кому-то что-то доказывать при наличии существующих результатов не стоило. Стоило уехать, стоило работать, выстроить систему, сделать те результаты, которые сейчас являются в этом мировом уровне. И ведемся к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Поэтому все как бы сложилось позитивно, перспективно и благополучно. Евгений Васильевич, во время нашей последней крайней встречи, предыдущей, мы виделись в студии, где горячо обсуждали вопрос выбора министра спорта Ульяновской области. Сейчас губернатором Сергеем Морозовым министр назначен – это Владимир Николаевич Лазарев. Как вы оцениваете его фигуру в министерской должности? Это опытный, а главное, человек – профессионал, который знает, что необходимо сделать, знает, как это необходимо сделать и знает, что нужно, чтобы это было сделано. Важно, чтобы у него была поддержка со стороны губернатора, самый важный административный ресурс. Тренеры и специалисты его ценят и уважают, я его знаю почти 40 лет, и всегда он отмечался как человек слова, как человек дела. Где-то он, может быть, чуть-чуть подходит скрупулезно, но вникает в суть каждой проблемы, и вопрос иногда надо решать очень ответственно, потому что стоят люди, стоят судьбы, стоят определенные события, и желательно сделать так, чтобы все получилось. Как вы считаете, с его приходом в министерство увеличится ли количество чемпионов от Ульяновской земли? Чтобы создать систему подготовки чемпионов, надо просчитать те события, которые должны произойти, а они связаны с адапционными процессами. Насколько сегодня работают специалисты, насколько сегодня можно определить их уровень технический именно спортсменов. Вы говорите, чтобы создать систему. Неужели в Ульяновске мы еще даже не приблизились к ее созданию, а в других регионах уже все работает? Я не могу говорить за Ульяновск, за Ульяновскую область. Есть статистика, которая ведется, и основания для анализа результата этой статистики. Это самый первый вопрос. Какое количество на сегодня в основной сборной команды России по олимпийским видам спортсменов? Ну, пока я не знаю Ульяновской области. Понятно. Я знаю, что у вас вчера была встреча с Владимиром Лазаревым, достаточно продолжительная. Поделитесь тем, о чем разговаривали с министром. Владимир Николаевич очень задействован на подбор кадров и определяет направление работы. Очень важно ему отобрать людей, создать между ними взаимопонимание, и люди должны быть единомышленниками. Они должны работать на общий результат. И как бы понимая присутствие, понимая исполнительность и понимая профессиональную пригодность, он делает сейчас аналитику. Ему очень сложно в плане дать оценку людям, потому что многие люди работают так, как они работают. А он видит свои требования, которые у него обоснованы и выработаны жизнью, и практикой, и опытом, и результатами. Поэтому человек сейчас вырабатывает концепцию, определяет точки взаимодействия, отправные точки, и будет сдвигать все в спорт по всем требованиям и канонам государственной политики, региональной политики. Евгений Васильевич, вы сказали, что вы разговаривали о подборе кадров, правильно? Я могу предположить, что он приглашал вас в Ульяновск. Так это или нет? Нет, я сразу обозначил вопрос, что в Ульяновск я приглашаться не могу. У меня свои договоренности с округом Хантамансийским и нацелен на участие в программе «Токио-2020». И до этого я не могу дать никаких обязательств. Возможно, появится такая возможность участвовать в процессе. Но это уже как бы отдельный договор на уровне опытной экспериментальной работы, согласно приказам министра Российской Федерации. Евгений Васильевич, а что можно сделать для того, чтобы пусть после 2020 года вы вернулись в Ульяновск? Или точка невозврата уже пройдена? Нет, точка не пройдена. Мне до сих пор этот город родной и область родная. Я стараюсь следить за и радуясь результатом, когда возникает у тренеров, у спортсменов, у чиновников. Это очень приятно, когда промелькивает Ульяновская область, Ульяновский регион. И для этого нужна понятная перспектива, чтобы вернуться. Я планирую вернуться после «Токио», но мне нужна будет команда, нужны будут специалисты. А их надо готовить, с ними надо работать. Будем держать кулачки и надеяться. У меня к вам такой вопрос. С чего вы начинали свое развитие в спорте в далеком детстве? За желание победить. Понятно. А первым видом спорта какой был? Легкая атлетика. Да вы что? Расскажите об этом. Почему легкая атлетика потом сменилась борьбой? Выбора не было в Заворском районе, на Нижней террасе. И было несколько направлений. Хоккей с мячом, бокс и легкая атлетика. Хоккей с мячом почему-то не получилось. Бокс была мать против. А легкая атлетика ходили все. И недалеко от дома начала заниматься. Что вам дала легкая атлетика? Уважение к тренеру, мотивацию к работе и умение трудиться. То есть когда возникали трудности. Потому что легкая атлетика это вид спорта для генетически одаренных людей. Для легкой атлетики я не был таковым. Я был средний спортсмен. Но почему-то считал, что я смогу в легкой атлетике продвинуться, как и многие другие. И возникали противоречия. Вот эти противоречия дали толчок к оценке, к анализу. И дали мне возможность стать тем специалистом, которым я сейчас есть и продолжаю двигаться и развиваться. Какое-то время вы работали в Заволжской спортивной школе номер два тренером. Это так? Да. И насколько я знаю, количество ребят, которые занимались в секции каратэ и кикбоксинга, с 40 увеличилось до 1100. Это тоже правда? Это клубная работа, да. Как вы добились этого? У меня были тренеры-единомышленники. У нас была создана некоммерческая организация. И при школе, в том числе, за счет желания работать, за счет качества работы, за счет, наверное, каких-то результатов, которые достигали на чемпионатах Советского Союза, на международном уровне, все это освещалось. Начали появляться дети, люди, родители, заинтересованные лица. И мы начали определять массу. Все это можно было достичь в любом направлении. Вот сейчас понимаем мы эти социальные явления, события, которые необходимо воссоздать и выстроить. Какие, в первую очередь, события, явления нужно воссоздать и выстроить? Поддержка губернатора. Поддержка видов спорта? Вообще, административная поддержка губернатора, административный ресурс. Но он ведь и так всеми силами. Наверное. Наверное. Можно еще вспомнить такой факт. Вы были тренером хоккейного клуба «Волга». Ну или воспитателем, преподавателем физической подготовки. Как занесло вас на лед? Меня пригласил Манкус Евгений, в то время главный тренер. И для определенных позиций хоккеиста необходим был узкий специалист, который мог подготовить суставы, который мог увеличить подвижность позвоночника, тазобедренность суставов плечевых, что способствовало более пластическому перемещению на льду, уменьшению количества травм. Ну и специальная работа для того, чтобы спортсмены были более духовитые, более волевые. То есть вот он мне поставил задачи, определил объем тренировочной работы, определил сроки. И я выполнял его требования. Очень грамотный специалист. Я в восторге от него. И как бы многие вопросы работы с командами на дальнейшем я у него очень получился. Евгений Васильевич, скажите, пожалуйста, в плане духовитости хоккеист отличается от борца? Разные люди есть везде. Есть люди со стержнем, так я их называю, которые не сгибаемы внутри. Отличия такого не могу статистически определить. То есть очень есть волевые хоккеисты были. И есть очень слабые духом борцы. Евгений Васильевич, сейчас возрождается культ спорта в стране. Наверное, вы с этим согласитесь. Скажите, пожалуйста, за счет чего это происходит и на что следует делать акцент в пропаганде спорта? Вы знаете, возможно, и возрождается. То есть нужно определяться опять данными статистики. Но за счет чего он может возрождаться? За счет какой-то семейной работы, возможно, она наверняка не учитывается. Потому что семьи, которые выходят погулять, поиграть, поплавать, покататься на лыжах, на коньках, они делают это самостоятельно, без всякого учета. Если брать статистику спортивных школ, количество специалистов не увеличивается. Как тогда может возрождаться, увеличиваться массовость? Только, значит, существуют какие-то другие способы на бумаге. Он не может охватить неохватное количество. Поэтому сейчас пропаганда спорта возрождается. И начинает эта ценность, как социальное явление, принимать то достойное место, которое должно быть. Спорт, здоровье, возможности за счет спорта, за счет развития. Какие изменения следовало бы внести в институт семьи, для того, чтобы спорт культивировался ощутимее, мощнее? Я думаю, в рамках семейной ценности. Не сам спорт как деятельность, а именно оздоровительная физкультурная направленность, использование физических упражнений как средства и каких-то возможностей спортивных специализаций. Ну, давайте приземлим, Евгений Васильевич. Вот я мама, у меня двое детей, мальчики, они маленькие. Что мне следует делать с ними в обычной жизни? Вот этот продукт, я имею в виду не спорт и не физкультуру, а тот продукт, который разработан в том числе и мною, он является профильной самоопределенностью. Вот вы, как мама, хотите видеть детей своих в понятном будущем и определяете их предварительное развитие, развитие психики, развитие здоровья. Психику, опять же, вы направляете на уровни интеллектуальной, на уровень эмоциональной, на уровень волевых качеств, на уровень отношений к работе и отношений к деятельности и уровень взаимодействия в социуме. Вы нам ставите задачу, как специалистам. Вот помогите средствами спорта через оздоровление ребенка создать его вот таким вот человеком, который в дальнейшем имеет развитые личностные качества для таких профильных направлений. Мы вам даем техническую карту, вы нам отмечаете, составляем с вами проект. И это как раз отличие нашей работы от работы спортивных секций, потому что есть футболисты, есть болельщики, есть хоккеисты, есть болельщики. Узкие, определенные круга. А тут охватывается практически каждый ребенок, потому что не все родители хотят, чтобы били по голове в боксе ребенку. Или не все хотят, чтобы там елозили по ковру. Хотя, как бы это нормально в нашей среде. Да. Евгений Васильевич, насколько я знаю, у вас шестеро детей. Да. Шестеро. Сколько из них пошло по вашим стопам? Стали борцами, тренерами, занимаются профессионально? Двое работают профессионально в спортивной сфере, в спортивных услуг. Следующий сын как бы смотрит на это положительно, но еще не принял решение. Ну, к сожалению, один сын у меня слепой. Я его постараюсь и стараюсь его физически развивать. Ну, следующий сын постоянно ходит в спортивный зал, очень активен, постоянно занимается. Его даже прозвали кирпич за его телосложение. Ну, а самый младший, он смотрит на это и радуется, попытается как-то на своем уровне повторить какие-то движения с возгласами и с такими положительными эмоциями. Сколько лет самому маленькому? Год. Потрясающе. Евгений Васильевич, как вы оцениваете работу сыновей тренеров, то есть ваших детей тренеры? Насколько они перспективны? Ну, Академия спорта, которую мы создали в Ульяновске и ее варианты взаимодействия с другими регионами России, ведет мой старший сын Александр. Он очень коммуникабелен, прекрасно знает законы воздействия и взаимодействия с человеком, прекрасно знает дозировки, очень научно подкован и использует знания и технологии, именно спортивной физиологии, анатомии, медицины. Благодаря этому он получает возможность делать людей людьми. Они действительно физически развиваются, они действительно крепнут, они получают навыки. Но это не чистый спорт, он также пытается реализоваться и в спорте, ведет параллельно вид спорта бокс. То есть у него спортсмен, боксирует на уровне старших юношей, успешно является победителем первенства Ульяновской области, выступал на первенстве России. Как бы работы много. Но если ударяться в спорт, время уходит очень много, нужна команда и очень много нужно ресурсов, в том числе и административных. Евгений Васильевич, сыновья тренеры делились с вами своими профессиональными планами. Они будут развивать спорт в регионе или последуют вашему примеру и готовы осваивать новые территории? Готовы, да, выехать со мной в любой регион, куда я поеду, готовы осваивать. Как нам их не отпустить, как их задержать? Определенные понятия Ульяновска, менталитет Ульяновска и как бы ресурсы Ульяновска, Ульяновская область должны срабатывать. Ну, пока все позитивно и перспективно. Будем надеяться, что все останется на своих местах и развиваться ребята будут на родной земле. Евгений Васильевич, скажите, что всегда было запретом для ваших детей, если вы, конечно, эти запреты обозначали для них? Курение, жестко к этому подходил. Ульяновска, алкоголь и, не дай бог, какие-то мысли о наркотических веществах. То есть вредные привычки? Вредные привычки, да. Второе – это вести себя достойно и уважительно, где бы ты ни был и с кем ты ни общался. У вас не было проблем с детьми в переходном возрасте их? Нет, не было. То есть как бы всегда было понятие, взаимодействие, вместе были в зале на одной волне. Всегда было. Часто папа демонстрировал силу кулака? Ну, бывал в спортзале, а сейчас я просто не могу догнать. Я в узком пространстве, конечно. Евгений Васильевич, кому и когда пришла идея создания Академии спорта Головихиных, которая функционирует в Ульяновске? В 1994 году пришла идея мне. Мы начали использовать потенциалы и те возможности, которые были на то время. Ну и все это стало расширяться, обрастать людьми. Результаты тех людей, которые приходили, позволили через доверительные отношения привлекать других людей. И вот этот комфорт, та социальная обстановка, те уважительные качества, которые получают люди, приходя в Академию, им очень важны. Сколько сейчас воспитанников в Академии? Я не могу ответить на этот вопрос точно. Я думаю, гораздо больше, чем 100 человек. Евгений Васильевич, в феврале в Ульяновске пройдет форум «Россия – спортивная держава». Вы планируете принять в нем участие? Да, обязательно. То есть есть областная школа неолимпийских и традиционных видов спорта, национальных видов спорта, который возглавляет Владимир Шиянов. Мы с ним очень плотно сотрудничаем. То есть это человек, который одно время занимался у меня, а сейчас он директор, причем директор ищущий. Директор, который стремится к развитию и который хочет действительно, выживая в те времена, когда у него были не коммерческие, неолимпийские виды спорта, умел создать свой бюджет, создать свою стратегию, выжить, выйти на уровень, сейчас все завести в рамки государственной деятельности. Сейчас планируют запустить опытно-экспериментальную работу. То есть мы планируем, как продукт опытно-экспериментальной работы на форуме, для нашего президента выдать наши уникальные разработки для семьи, для родителей, для детей. То есть продукт Ульяновской области. С интересом будем наблюдать за этим в феврале. Скажите, пожалуйста, Евгений Васильевич, есть ли рецепт сотворения чемпиона для родителей и рецепт для педагогов? Конечно. В общих чертах скажите. Первое. Это система. Что такое вообще рецепт и что такое создание? То есть мы его назовем результатом. Вы сами когда-то сказали, что чемпиона можете сделать из любого. Да, из любого. Мальчишки с данными, который будет приведен к вам вовремя. Да, но я еще хочу как бы расширить это понятие и подойти так. То есть само слово чемпионство или вообще рецепт подразумевает какой-то результат. Вот мы его можем дать ему оценку с разных позиций. Первое. Это процесс, который нужно создать. Процесс будет длиться по времени. Он будет длиться не один день, не один месяц и не один год. Значит в этом процессе будет создаваться определенная структура в течение, скажем, понятных семи лет. Родители завели. Они знают семь-восемь лет ребенок будет в понятной среде с позитивными перспективами. Семь лет. Дальше. Это определенная ценность. Мы же коллектив, мы же команда. У нас нормальные человеческие ценности, которые мы прививаем детям. И у нас идут эти ценности на первом этапе. Это трудолюбие, уважение. Это тоже чемпионский результат своего рода. Второй момент. Это сам итог. Он может длиться через год, через два. Происходить качественные изменения спортсменов, в том числе и с его психикой. И этот итог тоже будет чемпионским. Если человек привык выдвигать себя, двигать в спорте, то в дальнейшем в жизни он также вот эти все качественные навыки, навыки психики, свои чемпионские запустит на самореализацию. Он не отдаст позиций и в жизни будет становиться чемпионом. Поэтому я считаю, что можно даже любого сделать чемпионом. Или в жизни, или в спорте, или в учебе. Вот к этому мы стремимся. Как раз вот с Шияновым, со школой мы сейчас стараемся запустить эту схему, этот процесс, чтобы действительно была массовость. Чтобы спортсмены могли выезжать на соревнования, получать оборудование, необходимое питание. Ну, чтобы была создана среда и система. Бывает ли такое, что ваши воспитанники плачут? Конечно. И зачем они плачут? Эмоции. А вы часто даете ребятам жизненные советы? Какую книгу почитать, где провести свободное время? Вот очень хороший вопрос. То есть не хотела бы заниматься воспитанием. Потому что это семья, ее прерогативы, ее решения, ее ценности. Но приходится, когда видишь перспективного человека и понимая, то есть его будущее, если я сейчас его не выстрою в тех направлениях, которые должны заложиться у него, то этот человек не реализуется. Поэтому приходится и давать книги, читать, и подсказывать, и постоянно встречаться с родителями, и взаимодействовать с какими-то административными лицами, чтобы у нас было общее понятие, общие позиции, общее направление. А как ухаживать за девушками? Парням подсказываете? Бывает. С семьей ты это не обсудишь? Бывает, что и подсказывают. Скажите, Евгений Васильевич, какова ваша профессиональная мечта? Олимпийский чемпион. Сколько? Сколько за Олимпиаду? В плане человека? Да. Ну, хотя бы двое. Евгений Васильевич, я очень желаю вам, чтобы ваша мечта регулярно исполнялась, и чтобы эти чемпионы были рождены и Ульяновской землей тоже. Спасибо вам огромное за этот разговор. Мне после диалога с вами всегда хочется слушать гимн России. Правда. Я надеюсь, что мы с вами еще пообщаемся. Успехов вам. Дорогие друзья, напомню, сегодня в программе «100 вопросов» был заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса по киоку-синкай, профессор, доктор наук Евгений Головихин. Смотрите нас на улправда.ру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok